Всем привет, меня зовут Николай Соболев, и вот уже 4 года я снимаю ролики на YouTube, и в первую очередь хотелось бы поблагодарить свою аудиторию, которая была со мной все это время. Я надеюсь, вам было приятно слышать Николай Соболев, Николай Соболев, Николай Соболев, несколько раз в неделю. Мы многого с вами добились, мы повлезали в кучу конфликтов и хайпанули на Диане Шурыгиной. Че, больше нечего сказать, что ли? Но сейчас, декабрь 2017 года, я действительно очень сильно устал и просто чувствую, как я морально выдохся. Знаете, время всегда играет против нас, но я хочу, чтобы вы знали. Я сделал все, что мог. Этот ролик на моем канале последний. Последний ролик в этом году! Ну ладно, на самом деле это не кликбейт и даже не глупая шутка, которую шутит большинство блогеров в конце года. В смысле, последний в этом году? Ну да. Ролик действительно последний ролик в этом году, не считая клипа, который выйдет уже сегодня вечером. Вот это поворот! 2017 год стал лучшим годом в моей жизни. Я снял 82 ролика специально для вас и нахайпажорил 3 миллиона 100 тысяч подписчиков. Это много или мало? Это очень много и план, который я устанавливал для себя на этот год, был перевыполнен в два раза. Просто охуенно. 23 февраля, это тот самый день, который я надолго запомню. Именно в этот день на мой канал подписывалось 50 человек в секунду. Я охерел просто. Но это еще только начало. На этой неделе я выпущу 6 роликов и побью свой рекорд по трудоспособности. Но неужели, дорогой мой друг, ты думаешь, что все это я делаю один? Братан, да ты ошибаешься. Весь год со мной работала огромная команда из сценаристов, операторов и монтажеров, которые и делали все эти проекты. Вот настало время познакомить вас с этими людьми. Что? Человек, который весь год писал для вас сценарии. Николай Фантазеров. Как вы поняли, Николай был первым в нашей команде. Кто-то думался, что Иван Гайя наркоман. Вы что тупые, я так шутить? Конечно же, мой великолепный монтажер, который где-то непонятно где находит и вырезает все эти вставочки. Николай Бессонов. Этот пидор держит меня в пленю. 6 роликов, сука, за неделю. Дружище, давай-ка полегче. Скажи спасибо, что цветокоррекцию делаешь не ты. Почему Соболев думает, что я вообще делаю какую-то цветокоррекцию? Я чисто контрастность укручиваю и все. Да, вы правильно поняли, весь продакшн до сих пор лежит на мне и цветокоррекция это не моя самая сильная тема. Если честно, то немножко убого смотрится. Я давно трепался про то, что найду огромную команду, что буду работать с огромным коллективом, но единственный человек, который соглашается со мной работать, это мой оператор Глеб. Глеб, поздоровайся с людьми, пожалуйста. Вы его не видели, просто он обычно спит. Глеб! Именно этот человек уже целый год сидит около камеры. Два. Два! Прости, дружище, а теперь можешь возвращаться на свое место. Хорошего сна! Посмотрите, как он мастерски следит за кадром. Ладно, я не буду вам рассказывать, насколько сложно это все делается, и не буду говорить, что сплю я гораздо меньше, чем мой оператор. Я мало спал, но спал, но почти не спал. Также я не буду обещать, что в следующем году роликов будет больше. В этом году я научился, что о своих планах вообще нельзя рассказывать. Проблема моих желаний в том, что я всем об этом говорю. Скажу лишь одно. Качество роликов падать никогда не будет. Я всегда стараюсь поддерживать определенные стандарты. Если вы меня спросите, какой ролик я сам считаю дерьмовым, я с уверенностью отвечу. Я не знаю. Знаете, я не тот блогер, который неожиданно берет и выпускает какую-то полную хуйню. Заходя на мой канал, вы точно не скажете. Что я только что посмотрел? Нет, не будет такого, что вы заходите на мой канал, а там я сижу голый, с бутылкой пива в руке и полчаса рассказываю вам про финансовые пирамиды. Это звучит как минимум странно. Это, блядь, нормально. И, конечно же, Николай Соболев не был бы Николаем Соболевым, если бы весь ролик рассказывал про себя. Я думаю, полролика достаточно. Главное в человеке это чувство меры. Сегодня мы подведем финальные итоги и вспомним все, что происходило в этом году. Погнали! Ну а прежде чем мы продолжим, да, вы правы, Новый год уже завтра. Кто-то уже наверняка купил подарки, а кто-то я. Я вот, например, не купил пока что ничего. Ты нормальный? И вот пока Полина негодует, Алиса из Яндекса порадовала нас очередной новой функцией к Новому году, которая называется тосты. В новогоднюю ночь все собираются за столом и поздравляют друг друга тостами. Но не у всех это получается хорошо. Давайте будем откровенны. Ты кто такой? Давай, до свидания. Но знаете, это легко исправить. Достаточно лишь сказать. Алиса, скажи тост. Давайте вспомним 2017 год и немного заглянем в будущее. Скажите мне тему для тоста, или я сама могу придумать. Просто скажите еще. Алиса, скажи тост от Николая Соболева. Алиса, зачитает вам этот тост ничуть не хуже, чем я. Забавно, что Алиса знает о Николае Соболеве даже больше, чем большинство из моих зрителей. Вот я, например, уверен, что вы не знаете, какой у меня фирменный тост. Но вы можете это узнать. Все ссылки в описании. Ну а теперь начинаем. Как и любой другой год на Ютьюбе, 17-й начался, конечно же, с конфликтов. Ты читаешь свой диссер, ученки трясутся. Вызвал Рики, а че не Иисуса? Легендарный трек Юры Хованского вызвал моментальную ответную реакцию Димы Ларина. Отшконку шут. В итоге трек Хован Гребень стал самым задизлайканным на его канале, и конфликт продолжения не получил. Я ж всех заебал. Но не успели мы оправиться от стресса, Ютьюб потрясло очередное громкое событие. Иван Гай расстался с Марьяной Рожковой. Ваня Руцкой, подлец. И с тех пор Марьяна прошла классический путь любой девушки после расставания. От горьких слез. Такова жизнь. Да просто какой-то заоблачной самооценки, которая... С такого уровня просто поднялась до каких-то небес. О чем кричит ее недавний трек Мегазвезда, после которого плакать пришлось уже нам. Терпеть это говно не могу. Иван Гай обиделся на Марьяну и начал свой долгий путь к забвению. А кавказцы... Обиделись на Илью Мэдисона, который неудачно пошутил про Коран где-то в 2005 году. Слава богу, с Кораном ничего не случилось. Слава Богу, все закончилось хорошо, и любимого блогера моего детства не убили, а через пару месяцев он даже снялся в совместном ролике с Юрой Хованским. Браво! Февраль. В феврале вся страна паниковала из-за какой-то волны детских самоубийств. Один неравнодушный блогер даже снял об этом ролик. Эти квесты приводят к самоубийству. Именно он, ролик про Синий Кит, набрал рекордное количество просмотров на моем канале. Да, вы не ослышались. Да-да, не удивляйтесь. Не ролики с той самой Дианой Шурыгиной. Не пить. Донышко не надо пить. Кто бы мог в начале года подумать, что в феврале и в марте два месяца вся страна, весь интернет, где уже очень давно бытует мнение, что... Фелик для пидоров, это абсолютно точно. ...будет смотреть, пусть говорят, с этой юной звездочкой, за которой разгорался в этом году скандал на скандале. Ненавижу вас, чтобы вы ухлы все. Благотворительный вечер паблика ВПШ закончился настоящим фиаско. Ребят, тут такая встреча произошла, вы просто, ну, не поверите. Собственно, про встреча, про которую я вам говорил, Диан. Почему, когда я смотрю это видео, мне хочется убивать? Я не знаю, что тогда произошло с блогерами, но они все повально побежали делать селфи с этой юной звездой изнасилования. И вот я надеюсь, что вы каждого запомнили в лицо. Это фиаско, братан! История с Шурыгиной, как вы знаете, не закончилась абсолютно ничем, как и поход блогеров к министру культуры. Мы должны своим примером показать, что это круто быть образованным. Который также не закончился абсолютно ничем, кроме как скандалом из-за ролика, где студенты тупили, отвечая на школьные вопросы. У меня туго с этим. В итоге, мне даже пришлось еще раз побывать на той самой передаче. Вся проблематика этой ситуации не в том, что эти дети не знают каких-то элементарных ответов на школьные вопросы, а в том, что так построена образовательная система. Красавчик! Но, слава богу, страсти вокруг образовательной темы быстро поутихли, для того, чтобы разгореться вновь в том самом месте, в баре 17.03 на Версусе Джарахова и Ларина. Это был самый, блядь, долгий BPM за всю историю, блядь, мира нахуй. Этот батл породил целый локальный мем, а сам Димон слегка, ну, подзашкварился, будем откровенными. 15-й гост, 15-й гост! Стыдно должно быть. Кто-то шкварился, а кто-то, наоборот, развивался в музыкальной сфере не по дням, а по часам. Группа Грибы, еще свежая в то время, выпустила супервирусный клип, которым взорвала все тренды Ютуба. Между нами тает лед. Кстати говоря, именно этот трек «Тает лед», на который пародию не снял только ленивый. Новый мем, это значит, что я не буду спать, беру билет, вылетаю на съемки, пусть говорят. Стал самым популярным треком этого года и набрал 150 миллионов просмотров. И, возможно, это был самый последний. Громкий успех группы Грибы, потому что, если вы вдруг не в курсе, буквально неделю назад группа объявила о своем окончательном распаде. Башко, и думали, когда это делали? Вообще, с успешными проектами в этом году происходило нечто очень странное. Вот, например, канал Сергея Дружко. Хайпанем немножечко. Знаете, надо было реально постараться за один год стать топ-1 по подпискам и топ-1 по подпискам. Не хочется комментировать эту ситуацию. Но еще обиднее в этом году было Алексею Навальному, который в марте этого года громко заявил о себе разгромным разоблачением «Он вам не Димон». Дворцы, резиденции, родовые усадьбы. Он вам не Димон. Этот ролик стал самым популярным разговорным роликом года Алексей Навальный, лидером оппозиции и явным претендентом на президентский пост. Однако, так считают не все. Буквально пару дней назад неутешительным концом этой президентской кампании стал недопуск Навального на выборы 2018 года. И вот какие у меня тут могут быть вообще эмоции. Годлость, гадость, ненавижу вас! Абсолютно не зря говорят. В 2017 году две вещи интересовали людей больше всех. Это, безусловно, рэп и политика. Третьего не дано. По абсолютно политической статье Руслана Соколовского осудили на три с половиной года условно. Соколовский не террорист. А в Госдуме наконец-таки появился кандидат от Ютьюба. Я прозрачна с 13 лет. Станьте прозрачными. И вот с мая этого года всю страну и меня мучает вопрос, а вот какой был вообще смысл вот этого появления Саши Спилберг в Государственной Думе? Я не знаю. Вот уж не думала, что такая часть до такого. Знаете, если анализировать все, что происходило в этом году, то складывается весьма печальная картинка. Я вот до сих пор понять не могу, почему в нашей стране такое огромное количество внимания уделяется абсолютно бесполезным вещам. При этом реальных дел просто... Ни-ху-я! Все эти советы блогеров, которые пытались организовать в этом году, это просто какая-то пыль в наши глаза. И вот в отличие от нашего кандидата Саши Спилберг... Я чувствую свободу! Я до сих пор чувствую не свободу, а какую-то жалкую имитацию. Ну, не будем о грустном. Добавьте немножко позитива. Если в первой половине 17-го года было больше политики, то во второй половине однозначно победил рэп. Лучше я сдохну ебучим ноунеймом, чем прославлюсь и стану тобой! Антихайп! Фраза, которая вдохновила очень многих людей стать настоящими фанатами Гнойнова. Антихайп! Ну, реально, никто не ожидал, что Оксимирона вот так вот возьмет и вот так вот проиграет. Никто не верил, но это происходит. Но еще больше новоиспеченные фанаты Гнойнова не ожидали, что спустя пару месяцев в антихайп войдет Филипп Киркоров. Я официально принимаю Филиппа Киркорова в антихайп! Антихайп! Будь ты проклят! Весь год я обсуждал новости вместе с вами и одновременно охреневал от того, что постоянно происходит. Русские побеждали американцев на Версусе. Вот скажи мне, американец, в чем сила? А олигархи вступали в настоящую войну с ютуберами. Пиздобол, блять, хачек этот. Пиздобол, блять. Конфликт не магии Тинькова, который был вынужден срочно капитулировать. Что-то я погнал хуйню какую-то, да? Для меня лично стал одним из самых примечательных событий в этом году. На моей памяти это первое событие во всей истории видеоблогинга, на которое внимание обратил сам президент Российской Федерации. Там частные дела, какие-то опергруппы приехали, значит они еще обслуживают правоохранительные органы, обслуживают олигархов каких-то, надо просто с этим разобраться. Возможно, кто-то из вас скажет, ну отреагировал, ну сказал, что-то подумаешь. Но на самом деле любое такое явление значит лишь то, что видеоблогинг укрепляет свои позиции. Блогеры, о которых три года назад не говорил никто, вообще никто не знал, становятся транссеттерами во многих сферах. В первую очередь, конечно же, в зашкварах. Приходи, мы сделаем тебя звездой. До свидания. Все, до свидания. Я не буду пересказывать все то, что происходило вокруг замечательного хайп-кэмпа. Я думаю, вы и сами прекрасно запомнили. Не зря Юлик снял 11 обзоров. Тем более мне не хочется на этом заканчивать, потому что что бы ни происходило в этом году, нам все равно есть чем с вами гордиться. Сколько бы мы с блогерами не ругались, сколько бы все друг друга в интернете не хейтили, мы все равно с вами в одной лодке вместе с нашими зрителями. Обычно, знаете, я ненавижу такие речи, но по факту мы с вами просто, ну такая одна большая семья. Новое прогрессивное поколение, которое обязательно даст всем просраться. И это точно. Ну а с вами был Николай Соболев. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и огромное спасибо всем и каждому, кто был со мной в этом году. Ну а мне напоследок сегодня, в конце года, хотелось бы поставить одну большую жирную точку во всех конфликтах, в которых я когда-либо принимал участие. Эта точка будет поставлена в первую очередь для меня самого. Именно поэтому...